Сегодня 9 июня. Мировая пшеница, сорт одета. Участок именно прямого посева. Здесь массив 200 гектар. Прямой посев на этом поле уже три года. Предшественник яровой пшеницы. Здесь серовая пшеница, соя. В целом, яровая пшеница, если говорить в общем, неплохо выглядит. Были проблемы при севе, потому что почва была важной. Сеялка грибла. Растительные остатки здесь, на этом поле, распределены, конечно, не так, как хотелось бы. Неравномерно. Разные комбайны убирали. С разной системой распределения соломы. Ну, измельченной соломы. Где-то был воловый разбрасыватель, где-то их не было. Поэтому были кое-какие проблемы. Проблемы были как при севе сои. Но здесь получилось так, что после озимой пшеницы солома все же очуковалась и забиралась с поля. То есть в основном оставались вот эти волочки с половой, которые плохо прорезались, или меленькая соломка. То есть вот проблемы были. Что касается уже стерни... Это когда сою сеяли в прошлом году. Что касается стерни соевой, то она также одними комбайнами распределялась хорошо, другими не очень. И кое-какие проблемы также были здесь. Но в целом, так если в общем говорить, вид достаточно у пшеницы ровный, равномерный. То есть пшеница на этом поле неплохо выглядит. Вот на данном этапе как бы развития. Сейчас уже фаза трубки. Местами кое-какие есть сорняки. Зимующие, но они подбиты гербицидом. Но все равно как бы пытаются жить. Это вот ромашка. Так. Фаза трубки. Где-то начало. Удаврение здесь до 200 килограмм селитра по вегетации. Вот так вот выглядят прожневные остатки. Сейчас достаточно влажно. Идут дожди. Естественно, погода для яровой пшеницы благоприятная. Да, вообще для всех культур. Потому что относительно и тепло, и дожди. Дожди не облажные. Они, можно сказать, грозовые. То есть, периодически выпадают осадки. То солнце, то дождь. В целом, как бы то, что нужно. Конечно, бывают и ливни. Но преимущественно осадки, они не такие назойливые. Они больше поддерживают влагу в почве. Поддерживают более влажный такой верхний слой. Ну, относительно погода приятная для растений. Для растений. Ну, и для тех людей, которые... Или растеневодов. Которые уже все успели. Которые относительно... Сделали все гербицидные обработки. Ну, и сейчас что-то корректируют. То есть, в целом, погода для Курска благоприятная. Чтобы получать хорошее урожай по всем культурам. То есть, я так не вижу, чтобы была задержка роста у бобовых, у сои, у гороха, у чечевицы. То есть, все растет, развивается. Отходит культура от гербицидного стресса. Куруза также развивается. Не страдает ни от жары, ни от холода. То есть, ну, все относительно хорошо. Также яровая пшеница развивается. Именно, можно сказать, в той благоприятной среде. В которой можно получить максимально возможный урожай. Если как бы прикладывать хотя бы немного усилий. Для этого как в азотном питании, так и по защите. Вот такая вот картина на сегодняшний день. 9 июня. Куруза. Продолжение следует...